Важным направлением международной деятельности Брестского областного объединения профсоюзов является сотрудничество с региональными профсоюзными организациями и глобальными профсоюзами других стран. В частности, гаранты прав трудящихся первого региона уже долгое время сотрудничают с Псковским региональным союзом организаций профсоюзов, отметил председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук. О результатах этого взаимодействия и планах на будущее главы организации поговорили во время визита гостей из России. В Тресском областном объединении на протяжении ряда лет большое внимание уделяется развитию сотрудничества с регионами Российской Федерации и зарубежья. У нас заключены договоры с Ростовской областью, с Псковской областью, с Самаркандом, это Узбекистан. Мы стараемся расширять сотрудничество, выходить на новые горизонты и на сегодняшний день просматриваем еще несколько российских регионов для того, чтобы иметь возможность взаимодействовать на благо членов профсоюза. Вообще все это сотрудничество основано на линии федерации, которая ориентирует нас на взаимодействии для защиты трудовых социальных прав, для обеспечения каких-то гарантий граждан и для того, чтобы граждане двух стран имели возможность развивать какие-то культурные связи, путешествовать, оздоравливаться в санаториях как России, так и Беларуси. Мы всегда рады видеть наших коллег в этих наших местах оздоровления и локации в Брестской области пользуются большим спросом. Стороны обсудили актуальные вопросы деятельности профсоюзов, а также договорились об укреплении сотрудничества сразу по ряду направлений. Мы достаточно плотно взаимодействуем с Брестским профобъединением. В прошлом году у нас было подписано соответствующее соглашение, которое наполнено реальными делами, реальными мероприятиями. И вот в этот приезд мы встретимся с отраслевыми председателем профсоюзов. У нас большая программа. Мы очень горды и благодарны руководству Федерации профсоюзов за то, что нас включают в мероприятия, которые традиционно проходят на Брестской земле, посвященные началу Великой Отечественной войны. Это память, это то, что необходимо сегодня передавать нашим детям, близким. То, о чем надо говорить, не забывать историю. И я знаю, что у вас огромные мероприятия по этому поводу проходят на территории Брестской крепости. Мы тоже примем в них участие и в возложении, ну и в других реконструкциях, которые будут проходить. Сегодня у нас встретятся наши товарищи, это профсоюз торговое единство. Мы продолжим разговор о совместной кооперации, о продвижении, опять же, товаров на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Опять же, взаимный опыт и кооперация, которые необходимо делать. Также у нас пройдет встреча с профсоюзом жизнеобеспечения, здесь тоже есть о чем поговорить в рамках реализации отраслевых соглашений, которые действуют на территории Республики, действуют на территории Российской Федерации. Здесь тоже опыт необходимо транслировать. Также псковская делегация приняла участие в заседании Президиума Брестского областного объединения профсоюзов, на котором был поднят ряд важных вопросов. Распределение денежных средств на летнее оздоровление детей первого региона, поощрительные выплаты учащимся специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов области, организация участия в памятных мероприятиях, посвященных Дню Всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.